Добрый день дорогие друзья и мы с вами снова на передаче больные темы. Наша больная тема сегодня тема страсть. В ком-то ее океаны и вселенной, в ком-то всего стакан, в ком-то моря и реки, в ком-то кот наплакал на одну чайную ложку. Ищите всегда в отношении человека вашего уровня страсти. Если вы человек холодный, человек равнодушный, человек нежелающий постоянного огня, ищите человека такой же химии, такого же спокойного, такого же тихого. Не делайте никого несчастным. Если вы встречаетесь с девушкой, которая огонь, которая всегда не удовлетворена, которая всегда вас мало, бегите. Не надо мучить этого человека. Не нужно делать ее своей женой. Не нужно делать ее своей подругой навечно. Избегайте этих людей. Если вы сами огонь страстей и желаний, если вы сами ненасытные, не берите себе в жертвы, несчастных девочек, которые не могут ничего вам дать, кроме одного маленького невинного поцелуя. Всегда ищите людей вашего уровня, вашей позиции, вашей ступени. Понимаете? Все мы это 10 ступеней. Начинаем с полного пофигизма, с полного равнодушия и заканчиваем безумным океаном страстей. Вот ищите свой уровень. Если седьмой и восьмой, это вы, ищите седьмой и восьмой. Если первый и второй, это вы, ищите первый и второй. Страсть – это одно из самых кайфовых чувств на Земле. Это то самое, что делает нас счастливыми. Страсть – это не всегда интим. Страсть – это не всегда огонь. Страсть – это часто просто хорошее настроение. Это часто желание делать что-то. Есть страсть и в путешествиях, и в покорении вершин, и в отношениях, и в чем-то большем. Всегда и все делайте со страстью. Любите и будьте любимы. Работайте, зарабатывайте деньги, тратьте их со страстью, ешьте вкусную еду, наслаждайтесь от каждого мига своей жизни. Все в жизни нужно делать с большим страстью, с огнем, с желанием. Если вы это делаете с равнодушием, с пофигизмом, то и в жизни вы проживаете так же зря. Очень часто менталитеты, чужие советы делают нас несчастными. Мы часто становимся женами не тех мужчин, становимся мужьями не тех... Замечательных женщин. И ломаемся. Понимаем, что этот человек не нашего уровня страсти. Понимаем, что этот человек не нашего уровня желания. Просто засыпаем и просыпаемся с чужой половинкой. С половинкой, которая должна была найти свой пазл, но мы ее подняли. Мы и себя подняли от своей половинки. Очень важно в нашей жизни найти то самое место, где нам будет хорошо. И это очень часто человек. В жизни страсть должна занимать одну из главных ролей. Это когда ты из ничего сжигаешь огонь. Это когда ты из ничего топишь целый дом. Вот что значит страсть. Делайте с большим удовольствием то, что вы называете на руку Экс. Любите, обожайте, цените, дорожите. Поймите, что если у вас в руках канат, он может вас и задушить, а может кому-то так же привязать. Он может тянуть корабли, может потянуть на дно якоря. У всего в жизни есть начало и конец. У всего в жизни есть смысл, кроме одного. У бессмыслица его просто нет. Поймите, что в жизни вы встретите очень много людей. Мужчин и женщин. Знакомых и друзей. Встречайте и будьте с теми, кто с вами на одной волне. Вот именно одна волна сделает вас счастливыми. Если у вас горит, и вы страстный человек, обязательно сгорайте до дла. Не нужно гасить в себе желание. Не нужно гасить в себе то, что хочется сделать. Не гасите в себе огонь, который только стал разгораться. Не нужно поливать водой пламя. Это глупо. Пусть горит. Пусть сжигает до дла. Пусть вам будет хорошо. Пусть вы улетите на седьмое небо. Пофиг. Наслаждайтесь. Там, где нет страсти, там нет счастья. Запомните, друзья. Как в семье, так и в любви. Как на работе, так и в дружбе. Как в отношениях, так и в одиночестве. Там, где нет страсти, там только пустота. Будьте с теми, кто хочет этого огня вместе с вами. Люблю вас, ценю вас. Это был Камран Азмавар. И наша тема на передаче «Больные темы страсти». Пока. Субтитры создавал DimaTorzok